Здравствуйте, друзья! И приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня предлагаю вам посетить один из проектов, который расположен на платформе Rage MP. И называется он Штат 99. Проект заинтересовал меня в первую очередь подходом разработчиков к оформлению этого проекта. Вот даже вот это вот менюшка, в которой мы сейчас сидим, и то уже о чем-то говорит. Далее же мы переходим на другую страничку для выбора слота. для нашего персонажа. Ну и естественно потом переходим уже в меню персонализации, которая выглядит в принципе похоже на многие проекты, но сделано оно совсем по-другому. Во-первых, очень плавные движения. Ну, за исключением, наверное, приближения. Вот приближение не очень гладенько сделано. И это, в общем-то, бросается в глаза. Вот таким вот образом приближается. Все это делается колечком на мышке. Но вот есть какие-то подергивания не очень плавно. Зато вправо, влево, вверх, вниз. Очень плавненько мышкой все это прокручивается. Ну и само меню персонализации в общем-то тоже такое достаточно неплохо выполнено. Это все сделано в виде ползунков. Много настроек, очень много настроек. Они как бы идут страничками. Сначала вы делаете на одной страничке персонализацию, потом переходите на другую страничку. И так, по-моему, три или четыре вкладочки вот такие. В общем-то, достаточно неплохо сделано. Может быть, можно было бы чуть-чуть покрупнее. Ну и заходим в саму игру. Здесь начинается первичный квест. Но квест не похожий ни на что. Я такого встречаю первый раз. Стилистика, я думаю, что тот, кто знает проект Детнет, тот узнает эту сборочку. В общем-то, за основу взята Детнет. Но вот начальная квестовая линейка начинается вот таким вот образом. Сельский парень где-то в глуши. И ему предлагается выехать с этой глуши. И он идет по вот этой несложной линеечке. Первым делом надо зайти в дом и забрать все необходимые вещи к себе в дорогу. Все это сопровождается вот такими вот табличками. То есть, ознакомливаетесь, читаете. Никто вас не подгоняет, как прочитали. Нажимаете ОК. То есть, нет никакой гонки. Спокойненько все выполняем. Ну и вот, в общем-то, мы сейчас находимся в его доме и забираем все вещи, которые нам нужны в дорогу. Ну и вот таким вот образом, вот такой вот линеечкой, нас авторы знакомят с мелкими механиками взаимодействия на этом проекте. Как одеть рюкзак, как поместить его в нужный слот, что нужно сделать, какие есть еще добавочные механики. Так, например, они обыграли ситуацию с автомобилями. То есть, автомобили ломаются, их можно чинить. У них кончается топливо. Их надо заправлять. И вот тут авторы вот такой вот игривой манерой обыграли все это. То есть, нам надо подойти, взять канистру. Далее, подойти к машине и заправить ее. То есть, выбираем в меню канистру, использовать, она заправляется. Далее, надо ее починить. То есть, как бы, по условиям этого квеста, машинка поломанная. Ну, парень-то из глуши. Понятно, машинка ломанная, надо ее починить перед дорогой. Идем, берем инструменты. То есть, этим авторы хотят показать, что на проекте можно купить инструменты и чинить машину самостоятельно. Чем мы, в общем-то, и занимаемся. Все, в принципе, несложно. Точно так же заходим в меню, нажимаем использовать и там идет несложная анимация, пока он чинит эту машинку. Как я уже и сказал, вот такой интересный подход у авторов к тому, как можно ознакомить игрока с какими-то мелкими механиками и взаимодействиями. Достаточно прикольно это сделано. Ну, а далее отправляемся в путь. И вот первый косячок, который я здесь заметил, когда садится персонаж в машину, почему-то он садится на пассажирское сидение. И это происходит на протяжении вот всей игры. В какой момент он сядет нормально, в какой пересядет на пассажирское, бог его знает. Наверное, там, не знаю, 50 на 50. Вот так вот я бы сказал. То садится нормально, то садится на пассажирское. То нормально, то на пассажирское. Бог его знает, почему так сделано. Наверное, какой-то небольшой баг. Ну, а далее вы, наверное, узнаете, это тот самый остров, с которого начинается, в общем-то, синглплеерная версия игры. Тоже зима, тот же самый остров, ну и мы движемся Дальнейшая линейка уже ни к чему нас не обучает и какой-то информации не дает Просто какой-то, видимо, лор этого проекта Разговариваем с полицейским, он нам говорит, что здесь произошло ДТП И займет это много времени, поэтому отправляйтесь-ка вы другим путем Отправляемся другим путем, то есть разворачиваемся, едем по маркерам в другую сторону Ну а далее просто идет скачок небольшой, то есть мы едем-едем по маркерам И потом резко перескакиваем уже на проект, на самый большой остров в город Лос-Сантос Происходит это после какого-то там, по-моему, после десятого маркера Мы просто раз и появляемся уже возле мэрии в городе Лос-Сантос Немножко вот не доиграли до конца этот квест, но все равно квест достаточно прикольный Как мне показалось Ну а я далее перезашел, и вот еще одна интересная фишечка Про которую я говорил, что меня привлекло именно оформление этого проекта В зависимости от того, в каком месте вы выходите, начальное меню будет меняться Постоянно оно разное Ну и заходим обратно на проект К сожалению, после того, как я перезашел, меня почему-то... Вот я появился, вернее, вот в этом месте, возле отделения полиции Ну, зато я могу показать, что здесь, как и на сборке DeadNet Во всех ключевых точках стоит аренда транспорта Вы никогда не окажетесь здесь босиком и не будете бегать В общем-то, берете, арендуете транспорт и вы всегда мобильны Проложить маршрут можно через телефон, вот таким вот образом он выглядит Или через меню на букву М Там есть выделено отдельно меню квестов Нажимаете и он автоматически прокладывает дорогу к мэрии Мэрия, в отличие от DeadNet, изменена Находится она примерно в том же месте, но только за углом Там стоит, по-моему, Роксана, а здесь вот такая вот девчинка стоит И дальше идет то же самое, что на проекте DeadNet Идет ознакомление Правда, на проекте DeadNet это сделано в сопровождении голосом Там девушка все это рассказывает Выходят вот такие же таблички, точно такие же картиночки Один в один Но только там это сопровождается голосом озвучено А здесь вам надо читать самому и нажимать далее тоже самому В общем-то, кому интересно, вот по этой ссылочке Можете посмотреть проект DeadNet Ну, а я на этом заострять внимание тогда уж и не буду Сборка DeadNet взята, видимо, не зря за основу Потому что в ней очень много разных фишек Там по типу магазин электроники или складов Которыми можно использовать не как склады, а как мастерские Ну, или как, например, гараж Просто можно купить себе склад и пользоваться им как гаражом Ну, в общем, много интересных фишек Можете зайти и посмотреть А вот что мне не понравилось на сборке DeadNet Это система лицензирования Здесь лицензируется все А, Б, С, Д, грузоперевозки, пассажирские перевозки Там, ну, лицензии надо покупать абсолютно на все И один не навсегда Какое-то время проходит и лицензия сваливается Вам надо покупать ее по новой Именно по этой причине я не задержался на проекте DeadNet Если у вас есть огромный онлайн И вы можете заходить и играть каждый день по 100 миллионов часов Это да, может быть, это и хорошо Ну, а я заходил достаточно редко И только делал, что покупал эти лицензии Поэтому мне эта система совсем не понравилась Но она лежит и в этом проекте Тоже как за основу взята данная схема Ну, и еще один недостаток Опять же таки, это, по моему мнению, недостаток Это лицензия дается на 12 месяцев Чему равны эти 12 месяцев Для меня до сих пор остается загадкой Да и не только для меня Я вот, бегая по проектам, спрашивал Слушай, дружище, а вот сколько 12 месяцев Это сколько надо? И никто мне толком-то ничего не ответил Кто-то переводит это в часы Кто-то это переводит в недели В общем, хрен его знает, чему равны эти 12 месяцев Почему просто не дать лицензию один раз и навсегда И просто оставить игрока в покое Я, ну, честно говоря, не знаю Вот как я и сказал, мне вот это вот и не понравилось на Детнете Вот рядом стоит то ли работник мэрии То ли хелпер этого проекта Давайте обратимся к нему Пускай он нам разъяснит, чему же равны 12 месяцев Здравствуйте Да, здравствуйте Не подскажете, лицензия на 12 месяцев Это равняется по... К какому времени приравнивается? Ну, 12 месяцев один год То есть вы получаете сегодня Если вы получили сегодня И ровно через год В это же время, в этот же день Оно у вас закончится А если это перевести на континентальный язык То это по какому времени? На какой язык? Китайский? На континентальный Континентальный В каком времени, да, по вашингтонскому это будет По мировому времени, вы имеете в виду? Да, да, да Ой, слушайте, давайте с вами отойдем И там уже поговорим по поводу этого Просто есть трудности по этому вопросу Смотрите, то есть вы хотите со мной покрыть палец, да? Я правильно понимаю? Ну да, наполовину так, да Смотрите, получается, честно, я не знаю 12 месяцев здесь 1 час, это 8 минут Игровых Но сколько здесь год, честно Вот не буду врать, я не знаю Ну, примерно ориентироваться, наверное, где-то на дней 5 надо, да? На месяца 3 вам точно хватит, я уверен А, ну, это замечательно Месяца 2-3 вообще, без проблем Ясно, понял, спасибо Да, не за что А ведь и действительно не за что Толком ведь так ничего и не объяснил 2-3 месяца Так 2 или 3? И чему равны-то все-таки эти 12 месяцев? Так мне, в общем-то, никто и не разъяснил Ну ладно, а дальше нас уже ждет цепочка квестов, которые встроены в эту сборку Детнетовскую сборочку И эта линейка уже посвящена Линейка квестов посвящена рабочим занятиям Но я ее случайно, ну, достаточно быстро сломал Дело в том, что первое задание идет заработать первые деньги А второе задание надо было сделать себе банковскую карточку А я банковскую карточку сделал заранее И поэтому квест на этом у меня сломался Ну и опять вот то, что я говорил в самом начале ролика Посадка в автомобиль почему-то происходит сразу же на пассажирское сидение Хотя, как вы могли заметить, я сел через водительскую дверь Но он почему-то перепрыгивает на пассажирское И это происходит постоянно Ну, не знаю, с чем это связано Но бесит, я вам скажу, просто жестко И переходим на рабочие занятия этого проекта Я уже дал ссылочку на Детнет Поэтому можете посмотреть обзорчик этой сборки И проекта Детнет Это все один в один Но на этом проекте немножко рабочие занятия перелопачены И перелопачены они с одной стороны в лучшую сторону А с другой стороны в худшую сторону Давайте разберем и положительное, и отрицательное значение этих изменений Первое изменение это то, что на рабочих занятиях добавлены точки То есть, если мы сейчас берем работу садовника Которая есть и на Детнете Естественно, она есть и здесь Потому что сборка одна и та же Анимации и, в общем-то, физика все один в один Но здесь добавили точек И добавили их не просто так Я считаю, это просто хорошее решение И это как бы допиливает неплохую сборку Детнет До состояния, наверное, отличной сборки Ну, наверное, так скажем Не знаю уж, судите сами Но на Детнетовской сборке Мы приезжаем на точку И там примерно 6 триггеров зеленых 6 триггеров красных Ну, например, да Вот здесь тоже зеленые и красные триггеры Метки, если хотите, так назовем их Вы выходите, берете зеленый инструмент Ходите по зеленым меткам Берете красный инструмент И ходите по красным меткам Здесь же автор решил сделать на одной локации Сразу же 50 с лишним точек И это я считаю правильным решением Потому что за пробеги от точки до точки работы Вам никто ничего не платит А время вы свое тратите А заниматься-то вам все равно придется вот этим То, что вы сейчас видите Так зачем делать по 6, по 8 точек Если можно действительно сделать сразу же На одной локации 50 с лишним точек И пускай человек занимается Ведь ему все равно придется этим же заниматься Но он будет меньше ездить Меньше тратить своего времени И больше зарабатывать И я считаю, что вот это вот допиливание Сборки Детнет Ну, совсем-таки даже и неплохое Может быть, покажется, что скучновато Ну, так вам придется заниматься этим В любом случае Только вам на этой сборке придется ездить меньше И больше зарабатывать Поэтому я считаю, что это отличное решение Ну, и как я сказал Без минусов тоже не обошлось Едем, устраиваемся на работу строителя И тут тоже есть добавочные точки На рабочих местах Но вот и исполнение этих добавочных точек Оставляет желать лучшего И опять, кстати, то, о чем я говорил Садимся через водительскую дверь А он почему-то перемещается на пассажирскую Бесит до невозможности, блин И это постоянно В машину приходится садиться по нескольку раз Ну, те, кто знаком с Детнетовской сборкой Знают, как выглядит работа строителя В принципе, все очень прикольно Все на анимациях Но то же самое Добавочные места Выглядят вот таким вот образом То есть, маркеров-то накидали Добавочных сделали Но не подумали, куда их размещать Таким образом мы заколачиваем воздух Добавляя метки Разработчики даже не удосужились Поставить их тематически грамотно Ну и следующее рабочее занятие Это работа сварщика И про нее я говорил еще на обзоре Детнета Работа изначально выглядела Совсем не так, как вы сейчас видите Это была одна из самых красивых работ Не только на этом проекте А вообще, в принципе, на просторах GTA V Я об этом говорил Изначально эта работа выглядела Совсем по-другому У нее была анимация Анимация очень красивая Вот сейчас в заставочке Вы видите, как это было На первой сборке Детнета Еще когда я делал на нее обзор В дальнейшем с этой сборки И на Детнете Убрали вот это вот мерцание Сварочного аппарата И профессия стала Ну совсем блеклой Некрасивой А ведь, согласитесь Выглядело это очень красиво Эпично Я специально это снимал ночью И на эту строительную площадку Я тоже пришел в ночное время Чтобы было более красиво Когда сварочный аппарат Вот так вот в ночи мерцает И когда у вас здесь работает Два, три, четыре человека Это мерцание Как новогодняя елка Это было очень красиво Не знаю, зачем мы это убрали С этой сборки Зачем вырезали Вот эту анимацию сверкания Но теперь эта работа Стала совсем выглядеть по-другому И вот если, например Я перестану делать Имитацию движения камеры То будет выглядеть Как будто бы сейчас Стоп-кадр Вот на этом кадре Я перестал делать Имитацию движения камеры И пожалуйста Можно подумать Что игра стоит на паузе Ну это разве анимация Вот что Вот это теперь такое Просто замерший человек Зачем убрали Красивейшую анимацию Я вот действительно Не понимаю Вряд ли она Каким-то образом Нагружала сервер Вряд ли из-за нее Какие-то были проблемы Не знаю По каким причинам Но эту анимацию убрали И теперь работа сварщика Выглядит Ну просто Как человек Стоящий рядом со столбом Не знаю Вот действительно Не знаю Зачем такое красивое занятие Сделали таким банальным Ну а есть ли Какие-то изменения На других Рабочих занятиях Этого проекта Наверное Вы посмотрите сами Если зайдете Я до этого Уж извините Время тратить не буду Потому как Я зашел сюда По-другому И в начале ролика Я говорил Мне понравилось Оформление этого проекта И вот еще одна изюминка Этого проекта Это добавленный остров Абсолютно другой Добавленный остров Сейчас вы его можете Видеть на карте Вот давайте на него И посмотрим Безусловно Что добраться на него Можно только по воде Или по воздуху Ну копите Несколько миллионов Для того чтобы купить Лицензию на вертолет И сам вертолет У меня нет времени Поэтому берем в аренду Водный скутер И мчимся Надо сказать Что ехать придется долго Остров стоит В самой Самой отдаленной Части локации Ну и вот Мы уже добираемся Таким вот образом Выглядит этот остров Сразу же С первых минут Надо сказать Что доезжать Долетать Можно только С северной стороны Остров Можно сказать Неприступный Ну и он просто Пестрит своими Какими-то уникальными Красивыми Локациями В целом Остров Сделан В мексиканской Стилистике Естественно Что раз Мексиканская Тематика То здесь будут Править Картели Здесь свое Правительство Здесь отдельное Государство Не зависящее От основной Континентальной части От Лос-Сантоса Остров Он не похож Ни на что Не знаю Как Кто Но я вижу Что-то подобное Вообще Впервые Здесь все свое Вплоть до заправок Даже как видите Заправки И то выполнены В своем Каком-то Опять же Таким Мексиканском Стиле Остров Сравнительно Небольшой Конечно По сравнению С Лос-Сантосом Он небольшой Он наверное Раза в 4 меньше Отсюда Следует Что рабочих Занятий Здесь Которые есть На континентальной Части Тоже нет Естественно Работы водителем Здесь не будет Работы инкассатора Здесь не будет Но на этом острове Тоже есть Свои рабочие занятия Правда Они в основном Связаны с Наркотрафиком Но есть здесь И простые Там какие-то Курьерские работы Вот Здание правительства Здесь Как я уже сказал Будет свое правительство И правят здесь Картели Сколько картелей Я не знаю И пока На данный момент Еще не все Дополнено То есть Не введены Сами наркотики Не введены Наркотикооборот Еще это все Предстоит Сюда ввести Также здесь Абсолютно Своя архитектура Это вы можете Заметить Она такая Я бы сказал Кубина Мексиканского Доправления Но абсолютно Своя и уникальная Также растения Какие-то добавлены Уникальные Тоже не знаю Я таких не видел Какие-то Что-то типа Кипарисов что ли Красивый Очень красивый остров Я поймал себя на том Что вот я сюда приплыл И обратно возвращаться В Лос-Сантос Я вообще не хочу Он такой Знаете Как глоток Свежего воздуха Все какое-то другое Все уникальное Свои промзоны Свои причалы Тут все свое Я думаю Что любой Кто зайдет На этот проект И посетит Вот этот Новый остров Будет Наверное Испытывать Примерно то же Что и я Обратно Вот это Вот в ту самую Детнетовскую сборку Возвращаться В Лос-Сантос Абсолютно не хочется Да Здесь пока еще Нету каких-то Рабочих занятий Еще не все Сделано с наркотиками Но вот просто Находиться здесь Это уже такое Знаете Удовольствие Меня поймут Наверное Игроки Кто играет В Арма 3 Они постоянно Говорят Вот надоевшие карты А ведь в армии Есть как минимум Четыре карты Действующие А в GTA Всего одна Естественно Она уже приелась И вот такое Вот решение Я считаю Одним из уникальных Это здорово Придумано Это красиво Это Это свежо Здесь хочется Находиться Поэтому зайдите Посмотрите Попробуйте Поиграйте Может быть вам Тоже понравится Ну а у меня На этом все Спасибо всем Кто посмотрел И всего вам Доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok